Здравствуйте! Сегодня на минуту о сне рыб. Спят ли рыбы? Ведь глаза у них всегда открыты? И если да, то как они это делают? Действительно, глаза рыб открыты всегда. Но рыбьему сну это нисколько не мешает. Ведь так же, как и мы с вами, они нуждаются в отдыхе. Поэтому время от времени жизненные процессы в телах у рыб замедляются, реакция на внешние раздражители становится более сглаженной, а ведь это и есть сон. Во время сна рыбы разных видов ведут себя по-разному. Например, могут подобным уренам прятаться в укрытиях, цепляться за растения, как это делают морские коньки, лежать на дне, на брюхе или боку, как на ваге, или зарываться в рыхлый субстрат, как хорошо нам известные камбалы или караси. Морские рыбы, обитающие в толще воды, во время сна дрейфуют по течению, порой в весьма необычных позах. Кверху брюхом, а то и хвостом так иногда поступает сельдь. А вот рыбы, у которых отсутствует плавательный пузырь, во время сна либо активно двигаются, как, например, акулы черноперые или, подобно акулам белоперам, находят около дна места с проточным течением для промывки жабр. При этом, как правило, сон рыб неглубок. Они всегда находятся на стороже и готовы проснуться при малейших признаках опасности. Кроме обычного сна, при существенных изменениях окружающей среды, некоторые рыбы, к таким относятся, например, сазаны, калуги, впадают в состояние, близкое к спячке. Тот же сон, но только более продолжительный до нескольких месяцев и глубокий.